Сегодня днём твиттер губернатора края стал самым читаемым в стране. Если говорить языком пользователей этой социальной сети, хэштег «Вопрос Ткачёва» возглавил топ русскоязычного твиттера. Александр Ткачёв сегодня провёл свою первую твит-конференцию, которую анонсировал в этой же сети ещё во вторник. Тогда он написал в своём микроблоге, что число его читателей приближается к 50 тысячам и предложил пообщаться в онлайн-режиме. Интернет-переписка длилась около трёх часов. На все две тысячи заданных вопросов глава региона, конечно, не ответил, но пообещал, конкретные обращения и просьбы обязательно рассмотрит. Яна Москаленко тоже сегодня читала твиттер губернатора. О чём спросить губернатора, тем более, что он первый и пока единственный из глав российских регионов, кто провёл конференцию в своём микроблоге. Число читателей твиттера Александра Ткачёва сегодня перевалило за 50 тысяч человек. Больше двух тысяч вопросов и сообщений. Уже через полчаса после начала твиттер-конференции хэштег «Вопрос Ткачёва» оказался в топе русскоязычного твиттера. Пока блогеры активно интересовались, губернатор выяснял. Читаешь мой твиттер? Так. Понятно. Вот мне задают вопрос. Когда будет детский сад в посёлке Ольга Топсинского района? Выделяем участок, договариваемся с бизнесом, выделяем участок и начинаем проектировать. Но он реально нужен нам, да? Ну ладно, то что не пускают. От жителей Краснодара поступило много вопросов о транспортных проблемах. Пробки – тема наболевшая. Автомобилисты готовы пожертвовать даже трамваями. Ткачёв отвечает. Решение для Ставропольской – новая развязка на Старокубанском кольце. Реконструкция въезда со стороны Елизаветинской начнётся в следующем году. Что касается состояния аэропорта, то новая взлётная полоса уже строится, ответил Ткачёв, а новый аэровокзальный комплекс стоит в плане на 2014 год. Но что до проблем городов больших, жителям отдалённых посёлков? Они на приём к губернатору попадут вряд ли, зато твиттером воспользовались. Сейчас участвую в твит-конференции на Восточном саду. Поэтому вопрос мне задали из второго района. Есть такой посёлок Зорька, и жители жалуются, что там нет газа вообще, то есть даже не планируются, даже сотовая связь. Она практически на границе ближе к Урганинскому району. Так, хорошо, но это не имеет значения, ну и что? Нет, она просто чуть-чуть мизина, как бы, понимаете. Так, и что, и для связи? Есть там определённые проблемы. Те вышки, которые сейчас стоят, они, в общем-то, вот этой сотой не совсем охватывают. Покрывают её, но она проходит сигнал, как бы, очень слабый там всё. Да, мы сейчас однозначно, вот на следующий год у нас договорённость есть с НТС, отведено место, они будут там ставить вышку, связь у них будет однозначно. Что касается по газу, Зорька у нас гидрифицирован, я не знаю, газ подводящий у нас там есть. Мы сейчас с разводящим занимаемся. Газ мы подвели и сейчас занимаемся в поселении разводящего. Ну, может, это имели в виду, что разводящий? Да, ну, мы занимаемся, как говорится, там просто сразу поселение большое, 16-го второго. Ну, хорошо, ну, повнимательнее. А по связи, тогда, значит, я отвечаю так, что в следующем году будет строиться вышка, есть завоённость НТС и связь будет, так? Да, по связи однозначно вопрос будет закрыт. А в газом, я думаю, всё будет. Решение вопроса с газификацией посёлка Зорька на личный контроль взял вице-губернатор Лукаянов. В твиттере написано о том, что вообще нет газа. Вот, если это действительно, если я слово переговорил, тем менее, если касается разводящего, то, конечно, здесь должно быть несловные слова поселения и районы, и края. А вот, позанимайтесь этим, не доложите. Писагович, мы газификацию ведём на сегодняшний день. Те населённые пункты, которые не попали сейчас, в этом году, в последующий год будут включены в программу газификации в краю. Александр Ткачёв ставит задачу выйти на 100% в газификации края в ближайшие годы. Темпы сдерживал Туапсинский район, но после прокладки газопровода по дну Чёрного моря в рамках подготовки к Олимпиаде газ придёт в самые отдалённые горные посёлки. Что касается равнинной территории, на 100% газифицирована она будет уже в следующем году. Желающих оставить что-нибудь эдакое, провокационное, в личном микроблоге главы Краснодарского края было немало. На подобные вопросы, подчас оскорбительные, губернатор отвечать не стал. Тем, кто интересовался личной жизнью, рассказал, что любит отдыхать в Геленджике, соблюдает пост, надеется, что в ближайшем матче Кубань порвёт зенит. А своё будущее после губернаторства связывает только с Кубанью. Часто в ленте появлялись вопросы об Олимпийском Сочи. Интересующимся Ткачёв ответил, «Олимпиада» начнётся ровно в 20 часов 7 февраля 2014 года. И не минуты позже. Это если о приятном. Просил потерпеть неудобства в связи со строительством спортивных объектов. После очередного вопроса о Сочи последовал звонок мэру. Много вопросов, в том числе, поступает из Сочи. Это один из них, на мой взгляд, очень любопытный. И хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Вот я читаю буквально. Будет ли сделан въезд в центр Сочи платным, как обещает мэр Пахомов? Это что за чушь у нас? Вообще, даже вопросов таких никогда не было. Мы действительно строим много дорог. Логистика города будет улучшена уже буквально с начала следующего года. И никаких планов по администрации города нет на то, чтобы платные дороги были. И всё-таки строится много, и люди это все видят. И не только Сочи, но и приезжие, туристы. Но тем не менее, пробки ещё остаются. Когда люди задают совершенно законный справедливый вопрос? Когда ситуация улучшится значительно? Значительно в полном объёме ситуация улучшится с июля 2013 года. Будут выполнены все мероприятия по приведению логистики города Сочи к Олимпийской. Это и курортный проспект, это у нас и объезд. Это и деловые центры Сочи, и курортный проспект, и деловые центры Хосты, и деловые центры Адмера. К одному из самых популярных российских политиков было немало вопросов политических. Предложили даже вступить в ряды оппозиции. Чтобы было не скучно, Ткачёв ответил, скучать некогда, много работы. И с националистами у него нет ничего общего. Зато не отрицал губернатор Поборы, который устраивает сотрудники ГИБДД на дорогах курортного региона. Но ведь это зло, которое так сразу не победишь. Согласен Ткачёв и насчет несоответствия цены сервиса на горнолыжных курортах края. Но это дело времени, все только начинает развиваться. Большой блок вопросов был связан с Крымском. И судя по ответу, это сегодня тема номер один в работе губернатора. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар. Продолжение следует...